Штурмовая конница Высокая мобильность делает ее идеальной для атак во фланг, тыл и преследования застрельщиков. У разных фракций в Риме-2, а штурмовая конница разная. У варваров и восточных фракций она наиболее сильная. Кельские хеллхорсы хорошо защищены и, соответственно, очень живучи. Варварская кавалерия такая, как, например, знатная германская кавалерия, очень серьезная сила, когда дело доходит до рукопашной. Вся варварская кавалерия способна строиться клином, увеличивающим чардж и рукопашную атаку. Используйте это построение в совокупности с перком Фрэнди Чардж для большего эффекта. Причина, по которой варварская кавалерия наиболее сильная, заключается в особой конструкции седла и наличии стремян. В отличие от седел других фракций, они имеют более высокие дуги, что позволяет лучше удерживаться в седле, лучше управлять конем и быстрее спешиваться. Кельтская конница зарекомендовала себя как отличные воины. Они нанимались на службу римлянами, карфагенянами и египтянами. Римская кавалерия варьирует от легкой Эквитес до тяжелой, претерианской. Эквитес состоит из молодых сыновей римской знати. Они еще не добились известности и не достигли высокого боевого мастерства, но пытаются добыть престиж для своих семей в бою. Римская кавалерия может применять в построении фланговый клин, являющийся вариацией варварского клина. Она усиливает чардж и слегка усиливает атаку в рукопашник. При игре за рим и греческие фракции наиболее эффективной тактикой в бою является молотый наковальник. Ваша пехота выступает в роли наковальни, удерживая и связывая противника по фронту, в то время как кавалерия наносит удар во фланг или тылу в качестве молота, нанося значительные потери. Ранее греческая кавалерия схожа у всех фракций того региона. Она состоит из зажиточных граждан, которые могут купить коня. Гражданская кавалерия доступна для девяти фракций. Это средняя кавалерия с хорошей атакой, но слабой защитой. В отличие от варварской кавалерии, у этой нет стремян и седло другой конструкции, что позволяет легче сшибать кавалеристов на землю. Ряд восточных фракций может рекрутировать садников на верблюдах, которые также относятся к штурмовой кавалерии. Верблюды своим запахом отугивают лошадей. Для отражения этого в время второго у них есть трейд пугает лошадей. Главное достоинство верблюдов — способность передвигаться по местности, по которой лошади не могут пройти. На этом все. До скорых встреч. Продолжение следует...